Скандалы в концерне, радиовещания, радиосвязи и телевидения. Еще неделю назад гендиректор отбивался от обвинений в намеренном банкротстве концерна. А сегодня работники РРТ выдвинули претензии весьма серьезные. Какие Ирина Романова с подробностями? Новый гендиректор концерна и глава госслужбы спецсвязи, который подчиняется РРТ, пришли к журналистам рассказать о своих планах. Но не тут-то было. В информагентстве появляются члены коллектива. Обвиняют руководством в пособничестве террористам на востоке страны. У нас захоплены телевежи. И фактически, для того, чтобы транслировать сигнал, террористам нужно туда подавать электроэнергию. Концерн может за несколько часов остановить плату электроэнергию. И она перестанет подавать на веже. И ни ДНР, ни ЛНР не может транслировать свой сигнал. Починаючи с 25 травня 2014 року, новым генеральным директором концерна РТ Пивнюком были проплачены деньги за электроэнергию. Это по Донецкой и Луганской областях. То есть, в тех областях, где находятся наши объекты, захвачены наши объекты, филии, и на которых транслируются российские каналы. Место ответа на вопрос, почему глава госслужбы спецсвязи предлагает. Цель вы свою достигли. Мы можем перенести нашу встречу и журналистов пригласить в другое место. Руководство концерна поменялось в апреле. Сотрудники уверены, предприятия готовят к банкротству. Его активы хотят передать частные руки. По мнению коллектива, за этой схемой стоят нардеп Николай Книжицкий и бывший замсекретаря СНБУ Владимир Севкович, имеющий прямое отношение к руководителю госслужбы спецсвязи. Интерес представляет телевышки и земля под ними. Люди сегодня в этой стране должны понять, с кем мы имеем дело, кто стоит во главе таких организаций, как ДЭС-спецсвязь, концерн РТ, кто обеспечивает стране информационную безопасность. Ответ организаторы брифинга все же дали, но уже в другом месте, в здании госслужбы спецсвязи. Членов коллектива туда не пустили. И тут же обвинения, которые выдвигали им, переадресовали предшественникам. У концерна очень много неотчужденной земли. Концерн РТ – это антенные поля, это большие территории, которые являются лакомыми кусочками. Тем временем коллектив собрал свои материалы на новое руководство и отправил их в ГПУ и СБУ. Ирина Романова, Валентин Белич, подробности, телеканал Интер.